Главный медиа-центр был основной олимпийской информационной площадкой, где в период проведения зимних игр работало свыше 8 тысяч представителей СМИ. Здесь размещался международный центр телерадиовещания и главный пресс-центр. Теперь здания используются для международных проектов, проводятся различные форумы. А в период проведения хоровой Олимпиады здесь оборудуют оперативный штаб, центр для аккредитации, зал для конкурсных выступлений, мастер-классов и рабочие места для прессы. С инспекторским визитом делегация из Германии не первый раз в Сочи, но сейчас все досконально прорабатывается на местах. Цель нашего визита в этот раз – детально обсудить подготовку к проведению 9-х всемирных хоровых игр в городе Сочи. Мы хотим детально узнать, где будут участники питаться, где они будут проживать, каким образом будет осуществляться трансфер участников и где будут проходить конкурсные выступления. Сочи станет грандиозной площадкой для хоров из разных стран мира. Ожидается приезд только 40 тысяч участников, плюс еще болельщики. И это все в летний период с 6 по 16 июля, когда будет проходить активный курортный сезон. По всему Большому Сочи будут организованы 24 концертные площадки, на 10 из которых состоятся конкурсные прослушивания. Всемирные хоровые игры будут занимать весь город Сочи. Это будет абсолютно уникальная атмосфера, которая объединит и город, и страну всех в любви к пению хоровому. Конечно, мы готовимся, мы очень волнуемся, тем не менее, так как наше мероприятие всегда привлекает большое количество и зрителей, и любителей теперь хорового пения. И даже не надеюсь, а уверена в том, что мы опять покажем и город Сочи, и Краснодарский край, и нашу страну самой лучшей страной. Конкурс поющих людей на разных языках мира объединяет профессионалов и любительские коллективы. Для России всемирные хоровые игры – это абсолютно новый проект. Он был образован 15 лет назад, и впервые наш город, как принимающая сторона, станет столицей музыки, язык которой доступен всем. Елена Афсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.